Божаю здоровья, шановные украинцы и украинки. Словения вошла в совбез ООН, является активным участником процессов в европейских институтах. Мы обсудили наше взаимодействие на всех уровнях. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, о характере наших потребностей сейчас. Прежде всего, очень важно сохранять уверенность в отношениях с нашими партнерами, в частности в Европейском Союзе. Я благодарен за понимание ситуации по Макрофину и необходимости дальнейшей неизменной поддержки Украины. Это главный сигнал, который должен видеть враг. Россия должна ощущать, что Европа на всех уровнях сохраняет готовность защищать свои ценности, свое единство. Обсудили с госпожой президентом Словении также взаимодействие относительно формулы мира. Среди всех совещаний сегодня отмечу длительное совещание по итогам различных переговоров наших представителей в Швейцарии, прежде всего на правительственном уровне. Чиновники, экономическая команда офиса. Есть много договоренностей в Давосе. Было много встреч, в частности, с международным бизнесом. Мы должны все то, что обсуждалось, реализовать максимально оперативно. Наши люди, украинское общество, должны ощутить конкретные результаты внешнеполитической деятельности. Потому что сейчас социальная ситуация в Украине во многом базируется именно на качестве реализации международных договоренностей. Отдельно премьер-министр Украины доложил о переговорах со своим словацким коллегой. Украина заинтересована во вполне практической работе с нашими соседями в Евросоюзе. Во всем том, что укрепляет наши народы, наши экономики, рабочие места в наших странах. И еще одно. Наши воины Национальной гвардии Украины. Есть за что сегодня их отметить. Спецназовцы. Первого и третьего отдельных штурмовых отрядов Омега. Ребята очень эффективно воюют на передовой. В действительно горячих местах фронта. 15-й Славянский полк. И 4-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Это восточное направление. Благодарю вас за меткость, воины. И сегодня профессиональный день у киберспециалистов СБУ. Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности. Я поздравляю вас, всех работников департамента. Благодарю вас за работу, как в тылу, так и на фронте. Спасибо всем, кто делает Украину крепче. Кто сражается ради Украины. Кто работает ради того, чтобы Украина и наши люди, наше общество становились сильнее. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!